Всем привет! У нас продолжается эксперимент по тестированию комбикорма Богданович в сравнении с куриной. В 19 дней птица была пересажена из брудеров вот сюда. Экспериментальная партия у нас вот здесь пурина, вот здесь Богданович. Клетки были помыты, продезинфицированы, то есть птица пересажена в абсолютно чистые клетки. Соответственно, поилки, кормушки, все у нас было продезинфицировано. Чем, наверное, скажу, да? Значит, экоцидом. Ну, сначала отмыто все. Экоцид плюс огонь. Это клетки. И, значит, это самое напоение тоже экоцид. И на дуксусное я немножко тоже пробрызгал. И отдельно, не пиля, снимались в спирте, замачивались. Ну, это так, как бы, есть спирт. Вот. Что, значит, рассказать надо нам? Надо нам рассказать, что, значит, потерь в экспериментальной группе пока не было. То есть все 25 штук здесь и здесь все целы здоровы. Но во всей остальной группе у нас нехарактерно для нашего хозяйства проблему начали с 25 дня уже. Обычно с 30 дня начинается падеж. Но здесь с 25. Смотрите, потеряли мы уже. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Восемь штук. Вот у меня такая табличка, типа того, что, да? И здесь по ярусам я отвечаю, с какого яруса я вытаскиваю мертвую птицу. Значит, восемь штук. Из них двое были мелких, я их не вскрывал. Самые первые. Так. Два это СВСники. Я вскрывал, значит, остальных, кроме двоих, да, шесть штук я вскрывал. То есть, два СВСники, остальные Водянка. По Водянке партия обещает быть веселой. Ребят, сразу скажу вам. Просто вот смотрим. Вот фиолетовый товарищ сидит. Вон фиолетовый сидит товарищ. И вот, да? Да. Вот посмотрите, если видите, как они хохлятся. Вот он сидит. Все, что хохлятся, это все потенциальные клиенты. Вот, смотрите. Возьми камеру. Ну, в принципе, понятно, что тут мы уже показывали. Ну, вот это плохо видно, но он тоже на подходе. Вот на верхнем ярусе тоже есть. Ну, короче, ребят, я уже, в принципе, понимаю, да, чего ждать. Думаю, что процент подержат Водянки в этой партии будет большой. Вот. Над этим вопросом мы разбираемся с этим вопросом. Ну, в общем, у нас есть последние соображения, которые мы высказывали на этот счет. Вот здесь вот в подсказке. И по ссылочке в описании под роликом можете посмотреть. Значит, смотрите, сразу скажу, вентиляцию мы переделали. Ролик о вентиляции будет в скором времени выйдет. Вентиляция у нас сейчас, так скажем, работает в усиленном по сравнению с предыдущим временем режиме. Но об этом я расскажу отдельно. Сегодня я перешел, значит, на финишный корм. Значит, ПК-6 это Богданович и Пурина финиш. Переходил я не постепенно, а сразу. Вот сегодня я сыпал остатки, скажем так, пыль от ПК-5 и от Гровора у Пурины. И насыпал им финиш и ПК-6. По, значит, муке, да, в принципе, все терпимо. Есть, была мучка, я не заснял, к сожалению. Была мучка и на Пурине, и на Богдановиче, но приблизительно одинаковое количество ее. Так что здесь ничего такого сверхъестественного не было. Так, по помету давайте расскажу сразу. Значит, помет, смотрите, не убирал специально. Вот Пуриновский помет, претензий нет никаких. То есть сухой, комфортный к уборке помет и Богданович. Он чуть повлажнее, но тоже никаких проблем не создает для нас, птицеводов. По корму Богданович, давайте, мы обещали ПК-6 посмотреть, понюхать. Ну, давай сначала Пурина. Вот Пурина, в принципе, ну, приятно пахнет. Приятно пахнет, как обычно все. Вот Богданович, мы в первый раз его, но я не в первый раз уже нюхаю. Елена в первый раз понюхает сейчас у нас. Не знаю, мне кажется, вообще запах слабый очень, никакого запаха практически. Ну, слабенький, да, совсем запах. Но запах, есть мясокоский запах? Я не чувствую, честно говоря, нет. Вот сейчас тоже не чувствую. А до этого, когда нюхал, вот предыдущую партию кормил, мне показалось, что более явный был запах мясокоский. А сейчас не чувствую, просто как хлебушком каким-то, да, пахнет? И очень слабый запах, нет вот этого ароматизатора точно, мне кажется, там маловато. Нет, нету, да, ароматизатора, как в Пурине. Пурина четко прям... Ну, кстати, меньше, чем раньше, смотри. Да? Не знаю, меньше печенюшкой. Ну, печенюшка, ну, чем-то таким съедобным, чем-то таким приятным. Пурина всегда пахла и сейчас пахнет, но вот почему-то, мне кажется, в меньшей степени. Может, мы просто... У нас, может, корона? Может, при нем? Мы не чувствуем, у нас запах исчез, это, вернее, обоняние. Давай попробуем на вкус и решим точно. Ладно. Так, что еще? Что еще сказать? Ты ожидаешь в экспериментальных партиях пырежа? Вот здесь? Да. Видишь уже? Ну, знаешь, вот так вот прям явно я не вижу, но я боюсь, боюсь дарекаться. А мне кажется, я присмотрела. Вот там, да, вот есть. Вот там крайний, мне кажется. Фиолетовый пень. Самый крайний мне не нравится. Ну, посмотрим, посмотрим. Ну, я уже знаю, что нормально мы потеряем птицу в этой партии. Ты относишь эту потерю к корму? К корму? Нет. Да, давай сразу, значит, обозначить свою позицию. Вот, основываясь на нашем небольшом еще опыте, да, но уже понятно, что, в принципе, даже при прочих равных условиях кормления одним кормом при одинаковых условиях партия на партию не приходится. Это вот мы знаем по последним партиям. Вот, допустим, экспериментальная партия на Южной Короне и Пурини, да, которая была, и мы никак не доделаем финальный ролик об этой партии. Обязательно сделаем. Ждите. Следите за выходами видео и обязательно увидите. Там очень интересная информация будет. Противоречивая такая, неоднозначная. Так что смотрите. Вот. Вот та партия, о которой я говорю, Южная Корона и Пурина, там минимальный был падеж от Водянки. Вот. Следующая партия, которая уже не вошла в репортажи в нашу, да, кормилась она чем? Тоже Южной Короной. В принципе, все то же самое. Абсолютно одинаковые условия. Было лето. Вентиляция шарашила постоянно. Ну, никаких изменений не было. Просто другое яйцо. Все. Ребята, там падеж был чумовой. Я не помню сколько. Чумовой 20%. Ну, больше 20%. Чуть-чуть больше 20%. 22-23%, короче. Вот. Ну, большой. Много. Большой, да. Здесь посмотрим, какой падеж, посчитаем, вам расскажет. Ну, все, давайте, наверное, сейчас взвесим. Как мы будем взвесивать? По три штуки, наверное. Три петушка я попробую взвесить и три курочки из каждой партии. И еще раз повторю. Это предварительное взвешивание. Оно чисто такой ознакомительный характер будет носить, потому как уже в конце, после забоя, в финале эксперимента мы покажем, вернее, запротоколируем, ну, запишем все веса конкретно каждой этой особи и сравним, и все будет досконально понятно. Даже разделим их по полу. Там самцы, самки будут отдельно, чтобы учитывать еще и этот момент. И, соответственно, посчитаем расход корма. Просто мне в комментарии написали, что это вы что, считаете расход корма? Ну, я вот не представляю, как я буду с весами, да, ковсик каждый вот развешивать. Смысла в этом не вижу никакого, потому как мы посчитаем в конце общий расход корма и конверсию, все будет понятно. Вот, все будет наглядно. Ну, давайте, погнали. Что, сначала кого? Давай, богдануешься, да? Он кушает, зайка. Так, хватаем петухов. Ну, обнуляем сначала, показываем. По нулям. Так, петухи, петухи. Подержать. Нет, нет, не петух. Это петух. Это петух, не петух. Я не верю. Давай, как, пока у кого появится. Явные прям, вот, явный гребень. Вот его аккуратно. Тихо, тихо, тихо. Вы видели мое видео про зеленое мясо? Вот так вот зеленое мясо и становится зеленым. Да нет, не так. Но тоже в взмахе крыльев и тоже вес уже приличный. Нет, у него взмаха не было. Так, вот петух, тихо. Вот петух. И вот петух. Так, ну я сразу скажу, крупненьких я вот выбираю, потому что, чтобы явно было, что петух. Тихо. Так, 5,795. Спасибо, дорогие, даже не шелохнулись. Ну, скажем так, не впечатляет особо вес. Вес у нас на Южной Короне было за 6. Да, помнишь? Но там был коп. А, нет, там рост был. Рост был. Тоже рост был. Рост только махерский рост был. Ну, ладно, нам главное в сравнении. А ты сказал, что это за цыпленок? А? Чей? Чейцо. Ну, я говорил в предыдущих видео. Напомню, что это Рост 308, Best производитель. Чехия тоже. Да. Так, петушок. Вот это петушок, да? Петушок это? Ну, должен быть, наверное. Так, это пурина пошла, да? Да, пурина. Вон там в углу стоит, мне кажется, петушок крупный. Да. Вот петушок. Еще петушок, наверное. Наверное, петушок, да? Да, да, да. Да, конечно. Так, возмущаются только петушки. Так. 2, 565. 2, 525. Ой, 5. Стой, 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 киска, стой. 5,565 было, по-моему. 5,550 давай. Или что? Ну, вот, 5,565. Хорошо. Все. Так, эти чуть полегче, да, получается? На сколько? На сколько грамм? Ну да, там, несерьезная разница. Поймай другого какого-то. Ну да, другого поймай и будет одинаково. Ну, то есть, по петухам приблизительно ровно, да, идут? Да. Так, теперь давай курочки сразу отсюда, чтобы взять. Ну, они все здесь, понятно, отсюда. Вот курочка? Да, да, не знаю. Вот курочка. Так. Так, курочка, раз. Вот курочка. Двое, держи. Ну и вот курочка. С одного края сейчас возьму. Так, девчонки. Четыре. 750. Так, ну-ка, это сколько же одна будет сейчас? Подожди, одну. Пускай. Смотри, сколько одна. Килло 600. Килло 600, да? А по таблице должны, если курица и петух вместе, кило 572, по-моему, да? Так, все, отсюда теперь курочек берем. Берем. Видно, что все по нулям-то, нет? Вот курочка. Вот курочка. Четыре. Четыре. Держи. Вот курочка. Четыре. Тихо, 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 тихо. Подержишься чуть-чуть? Придержи сверху. Четыре. Четыре. Пятьсот. Ну, бы сказать, 545. А там было сколько? Я уже не помню. Ну, где-то так же. Ну, примерно, да. Снова разница между особями вполне возможна. Да, вполне возможно. Непоказательно, так скажем. Все, да? Так, все. Взвесили, вам рассказали, показали. Так, давайте еще, значит, по температуре, по микроклимату, я по вентиляции сказал. Так, 20 градусов здесь у нас. Так, здесь 18, то есть здесь 19. У нас сейчас на улице холодно сегодня. Два дня уже минус 10. Вот. Вентиляция работает по таймеру. Я сейчас ее выключил, чтобы записать ролик, чтобы она нам не мешала. Работает, значит, у нас сейчас вентиляция 5 через 10. Вот. Вентилятор другой. Производительность у 950 метров кубических. Но об этом еще раз говорю, будет отдельное видео. Что еще должен рассказать? Спрашиваю, Лен, что я вам могу сказать? Да не знаю, вроде все рассказал. Все рассказал. Пьют какая-то группа, не больше пила? Не знаю, пила какая-то группа больше? Вот пьют одинаково. Одинаково пьют. Значительно меньше, чем на Южной Короне. Должен констатировать этот факт. Соответственно, из-за этого, не из-за этого, не знаю. Помет просто сказка. То есть убирать одно удовольствие. Не надо вот этой жижи, вот этой ковыряться, брызгаться. Все. Все очень мне нравится в этом плане. Но веса, веса, как мы видим, уступают. И так не слабо уступают в той же Южной Короне. У нас, я посмотрел сейчас вот ролик специально, взвешивание было в 30 дней Южная Корона. У нас веса были 2,80 кг у петухов. Здесь явно меньше 2 кг. Но яйцо другое, Саша. Но яйцо другое, да. Как бы тут, знаете, все относительно. Вот. Еще раз беру задачу у нас сравнить 2 корма. Вот. Если они показывают, какой-то корм лучше себя показывает относительно другого, значит он лучше себя покажет и на другом яйце, да. А то другое яйцо, в свою очередь, может дать более высокий результат по приросту массы этого цыпленка. Ну все на этом. Спасибо за внимание. Надеюсь, видео вам было полезно. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, дизлайки. Пишите комментарии. Всем спасибо. Всем пока. Ну а по старам. Пишите комментарии.